Боинг 737 Сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент из Казани Светлана Костина. Светлана, здравствуйте. Что известно на этот час? Здравствуйте и рады. Действительно, сообщение о крушении Боинга 737 поступило сегодня в половине восьмого вечера. На борту находились 52 человека, из них 46 пассажиров и 6 членов экипажа. Детей на борту не было. Это информация от МЧС Татарстана Республики. Лайнер столкнулся с землей при заходе на второй круг и он упал между взлетной полосой и рулежной дорожкой. Самолет вылетел из Москвы, из аэропорта Домодедова. Это рейс 363 авиакомпании «Татарстан». И, как вы видите, погода сейчас в Казани не очень хорошая. Идет снег, дождем, дует сильный ветер. И рассматриваются версии, как ошибка экипажа, так же и неисправность самолета. Светлана, а что говорят спасатели? Могут ли быть выжившие в этой авиакатастрофе? Удалось ли уже подойти близко к месту крушения? Да, как мы связывались с директором аэропорта, сейчас все специалисты, все силы находятся на взлетно-посадочной полосе. Мы знаем, что после крушения начался пожар, он в данный момент потушен. К аэропорту стянуты кареты скорой помощи, их очень много. И пока никакой информации, к сожалению, о вызовших у нас нет. Светлана, только что вы видели единственную фотографию, которую пока нам удалось получить с места авиакатастрофы под Казанью. Светлана, а что с теми рейсами, которые направлялись на Казань? Ведь аэропорт, насколько я понимаю, закрыт. Там сейчас работают спасатели. Да, сейчас работают спасатели, аэропорт закрыт, и самолеты, по всей видимости, направляются в другие порты России. И рада я хочу добавить, что сейчас в зале ожидания, естественно, прибывают родственники. Они подходят к стойке авиакомпании «Татарстан», пытаются выяснить, что случилось, пытаются выяснить имена погибших, тех, кто был на борту. Светлана, правильно ли я поняла, что самолет упал не на взлетно-посадочную полосу, а в районе взлетно-посадочной полосы, где точно находится место его крушения? Насколько он потерял управление при посадке? Самолет упал при заходе на посадке, как мы уже говорили, при заходе на второй круг, он упал между взлетно-посадочной полосой и рулежной дорожкой. Спасибо, Светлана. Мы свяжемся с вами в ходе этого выпуска и узнаем последние подробности, которые вам удастся узнать. Президент Путин уже принес соболезнования родным и близким погибших. Он поручил правительству срочно сформировать комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. МЧС сейчас сообщает, что на борту самолета находилось 52 пассажира. У 52 человека 46 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.